Всем привет! Обнять у меня не работает автоповорот, если не знаю, что такое. Опять у меня будет вертикальный эфир. Что за фигня просто? Я перепробовала. Все, видимо, я тупая. Итак, сегодня у нас с вами стемпинг, новые декорации. Мне, конечно, задачу поставили вести на примере коллекции Lost in Time. Что-то хочется совместить весеннего, добавить. Поэтому я решила, что я добавлю в розовой коллекции. Константин, пожалуйста, сделай потише, я уже работать начала. А что? Ну, очень громко. Я просто... Кость, выключай. Вот, выключай. Сколько сделай? Я говорю, сколько сделай? Вот так нормально. Так, ну, смотрите, у нас Lost in Time коллекция, да? Цвета действительно осенне-зимние. И хочется какой-нибудь сюда свежести добавить. И вот я тут тебе положила коллекцию Сенсейшн розовые оттенки. Мне кажется, вот она прям освежит. Если мы сейчас сделаем не чисто коллекцию, да? А Lost in Time. Мне почему-то тут хочется взять зелененький. И к нему добавить розовый. И к нему добавить розовый. Как вы думаете? Я думаю, что да. Сейчас и поступим. Так, вот так мы сейчас и поступим. Так, коллекция Lost in Time. Напомню, как выглядит. Вот. Коробочка, которая превращается в подставочку. Берем мой любимый зеленый. У меня, наверное, прям такой фаворит. Нет, фаворит же у меня был оранжевый. У меня вот эти два цвета. Я их обожаю в этой коллекции. Вкусняшки. Но через месяц весна... Ну, хотя даже не потому, что весна. Просто хочется чуть-чуть чего-то более свежего. Чуть-чуть более свежего. Поэтому первый слой сделаем зеленый. Сделаем зелененький. Сушим. Дальше мы сделаем стемпинг. А потом добавим пятна розового. А к этому мы добавим вот такой слайдер. Сейчас я посмотрю по цвету. Вот. И взяла пластину. Смотрите, граффити. Мне кажется, она вот к этому слайдеру идеально подходит. Вот. Единственное, очень активный фон с ней получается. Поэтому лучше либо какой-то молочной базы перекрыть. Либо вот я хотела такие потеки гириллаком сделать. И уже на эти потеки наклеить слайдер. За счет потеков это уйдет на задний план. Будет хорошо. Ну, либо взять какую-нибудь базу. Какая у меня тут база? Эйс-бейс можно взять. Сейчас я цвет посмотрю. Это, по-моему, белая. Можно тоненько эйс-бейс промазать, чтобы чуть-чуть приглушить вот такой вот активный стемпинг. Так, стемпинг мы как делаем? Вспоминаем. Мы либо снимаем липкий слой, либо наносим ток без липкости. Так. Я беру теклос. Кость, ну бесит меня твой телевизор. Понимаешь, ничего не могу с собой сделать. Ну, выруби его. Тебе ничего не слышно? Нет, мне как раз все слышно. Слышно мне очень сильно. Хорошо. Шоколад. Я сделаю тебе с шоколадом, как закончу работать. Так, тоненький, максимально тоненький слой. И в лампу на одну минуту. В лампу на одну минуту. Напомню, какие у нас слайдеры вышли. Это только первые декорации. Первая часть. Вы знаете, что мы когда сезон выпускаем, декорации у нас выходят частями. Это вот первая часть. 101. Игра. 106. Романтические листья. 109. Яркие бабочки. 109. Эмоции. Номер 105. И номер 107. Вдохновение. Вдохновение. И вот этот чудесный, дерзкий принт, которым мы будем работать сегодня. Номер 104. Номер 104. Сейчас могу вот так поближе сделать, чтобы можно сфотографировать экран и искать на Amy Shop, либо спрашивать у дистрибьюторов. Так, дерзкий принт, один из таких трендов, да, почему мы сделали вот таких два неформальных слайдера, что тема 90-х, она присутствует незримо. И такие кампейны, которые мы наблюдаем сейчас в съемках одежды, какие-то журнальные съемки звезд, актрис, певиц, очень часто используются тема 90-е. Это раз, во-вторых, если мы посмотрим показы мод, тот же Dior, даже Versace удивил в этом году, очень много черного кожи, гранжа, рока, готика, да, вот если мы возьмем, как сериал-то знаменитый, апгрейд семейки Адамс, как ее, Wednesday называют эту девушку, да, пародируемый самый популярный танец в ТикТоке, в Инстаграм. Вот, очень много готики, гранжа, вот, поэтому даже этой весной-летом мы не смогли обойтись вот без этих слайдеров. Так, и что, и что, и что? Ну, сделаем, наверное, просто черный, будет хорошо все, черненький. Так, черный лак для стендинга. Костя, ну пожалуйста, ну ты издеваешься надо мной, что ты поешь? Телевизор орет, ты еще поешь. Ну а ты поешь тогда, не пой. Про бокс в Дольче сейчас кто-то написал, что Катя, классные цветы в Дольче, сделать их отдельно. Я так думаю, что ближе к лету, да, вот, потому что бокс в Дольче еще не продан, еще пока продаем. Вот, как продастся полностью тогда, да, я рассмотрю вариант, что какие-то декорации из бокса в Дольче мы повторим. Так, ну поехали. Ой, скрапер забыла. Что если внимательно видите? Печатали, сейчас даем чуть-чуть просушить его и добавим, как я и говорила, сюда розовый. Хочется следующие цвета взять не из коллекции Lost in Time, а взять из коллекции Sensation. Напомню, это новая коллекция, мы ее сейчас продаем, это новинка. Уже видно, что весна-лето нас ожидает пастельная, потому что смотрите, какие светлые цвета, нежные. Это коллекция пастельная тоже, но она содержит только розовые оттенки. Сейчас напомню, как выглядит набор. Вот, красивенький наборчик. Вот такие, мои любимочки. Так, ну что, какой же взять? Наверное, я вот этот возьму, номер 383. Номер 383. Можно даже не один, а несколько розовый взять. Возьмем 383, наверное. И 385. А я вот думаю, для базы купить наборы... Ой, не прочитала, не успела. А, а я вот думаю, для базы купить наборы Sensation, новую пастельную и импульс. Ой, все правильно, вообще, просто. Мой импульс, вообще, это моя любовь. Кому там ярко, не знаю, но я считаю, что в этой коллекции, ну, просто такая вот база цвета классических ярких цветов. Вот, обожаю. Да, все правильно вы рассуждаете. Это прямо база-база. Потому что, когда мой импульс выпускали, мой импульс сделали цвета, которые пойдут весь, все почти в базовый ассортимент. Там все правильно. Так, что, давайте палитрочку возьмем. Мы палитрочку выкладываем. Сынок, ничего страшного, я потом сама уберу, не надо поднимать. А я уже сам убираю. Ты сам убираешь, да ты, моя Заюша. Так, так, так. Так. Возьму, возьму. Тоненько. Кто, кстати, эфир посмотрел с типсами для Дня влюбленных? У меня был на этой неделе, кстати, такой красивый эфир. Так, ну, давайте от кутикулы, наверное, сделаем. О, прям хорошее сочетание. Так, лампу. И второй цвет тоже сейчас добавим. Так, ну, а здесь на самом деле можно все что угодно вырезать, оно тут все подойдет. Все подойдет, оно на белой подложке, и большая часть она будет читаться. Писалки, я не знаю, вот эта Марлин Монро, она на белом, белой подложке или нет. О, вот что я хочу. Наверное, давайте вот эту вот светленькую Марлин Монро вырежем. Последний из трех. Так, сейчас мы ее возьмем. Последний из трех. Так, и вот эту пирсиковую возьмем. Что, мама, собрала? Молодец, спасибо. 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 Сушим и теперь тупслайдер наносим, чтобы создать липкость поверх, поверхность липкую, так и водичка нам нужна. Когда же у меня закончатся каникулы? У детей работать невозможно, когда дети все думают, что это трындец. Топслайдер и смотрим. Хотя, может зря я свитерненькую взяла, может надо было брать темненькую, но сейчас посмотрим. Я ее даже вот так вот поперек наклею, чтобы слово дизайн попал прямо на пятно. Все, а лицо и пистолет пусть вот так будет. Так, ультрабонд, которого у меня практически уже нет. Костюша, пожалуйста, не мешай мне, зайчик. Костя, ну ты видишь, что ты делаешь? Ты еще хуже делаешь. Все, не трогай ничего. О, что-то я нервничаю прямо. Сейчас меня накроет белочка. Костя, оставь, пожалуйста, в покое все коробки. Все. Громкие будут. Угу, громкие. Сушим. Так, теперь следующий цвет возьмем. Тоже я хочу с розовым совместить. С розовым. Можно вот этот пыльный взять, 390. Первый и совместить с новым розовым. Так и сделаем. Так. Это номер 391. Теоретически у нас пусть постоит пока со стороны. Посмотрим на него. Так же покрываем, но один слой достаточно будет. Только не жирный, чтобы все просохло у нас. Сушим. Сушим. Здесь мы эту же, давайте возьмем пластину. Так, эту же возьмем пластину только... Ой, нет. Тошнеток. Так. А здесь... Ну давайте вот это вот мини-плотное. Все словами. Более разряженное. Так. Так. Все протерли, приготовили. Здесь тоже проще будет взять просто черный цвет. Черненький. Ой, что это я делаю? Ладно. Я аж еще текласы не носила. Нужно обязательно то без липкости нанести, либо обезжирить. Так как я обезжиривать не люблю. Попыточка номер два. Угу. Угу. Быстенько убираем. снимаем прокатывающими движениями и также прокатывающими движениями снимаем не так плотно делали и здесь также как я хотела взять розовенький такой яркий здесь можно вот так поступить 380 6 добавим да пусть быть 386 и снова наносите топ слайдер на весь ноготь собака нравится то рука нравится собака нравится ладно возьмем вот эту руку наверное нам как раз по цвету подходит водичка здесь топ слайдер не наступи на ноготь подними его молодец благодарю так сейчас мы посмотрим как мы сделаем по цвету хорошо подошло вообще все слайдеры они они конечно рассчитаны на пастельную коллекцию которая у нас выходит весной кстати скоро сюда выгрузили на youtube видео с обзором новинок хорошее видео я сняла посмотрите все слайдеры очень подходит под пастельную коллекцию поэтому большинство делали видите через такие не классические цвета синий красный зеленый а делали через пастельную так ультрабонт кость тихо пожалуйста это что за ребенок пожалуйста не шелестит этим пакетом ух ты куда вот ты что издеваешься сегодня надо мной давайте сделаем сейчас тихо так я работаю сижу давайте сейчас сделаем эту руку объемную так все тишина матовый сначала еще раз напомню кстати джемте клер уже есть в продаже упаковка точно такая же искать в поисковике точно так же джемте клер можно вкладку открыть декоративные гели и там внутри вкладки декоративные гели можно найти джемте клер у меня сейчас конечно под рукой нет джемте клер я уже начну работать когда вернусь в россию 2 марта вот поэтому я сейчас временно объемные элементы делаю либо текласом вот либо у меня здесь есть жидкий камень гель где-то у меня сейчас Кость мы сейчас с тобой поссоримся я тебе что сказала я тебе сказала подожди я закончу работать я тебе сделаю бутерброд я ему ничего не могу украсть я делаю аккроционалу я тебе сейчас как дела и все так девочки джемте клер ой у меня даже жидкий камень на тебе у меня так ладно сейчас мы пока с текласы Продолжение следует... 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 Чёрный лак Чёрный лачочек Который тоже куда-то поставила Сижу, смотрю и не вижу его А, очень Спасибо Чуть-чуть сейчас подсохнет И мы с базой У нас очень плотная белая база есть И есть белая полупрозрачная Это файбербаза У меня, по-моему, файбербаза здесь нету под рукой Вообще, лучше взять файбербазу белую Которая как молочная идёт Она полупрозрачная Потому что Эйсбэйс у них всё-таки формула Рассчитана на плотную колировку Вот, и они, видите Тонкий-тонкий слой Слишком перекрывать могут Ну, сейчас, в принципе, неплохо Сушим Так, сушим И здесь вот предлагаю вот этим слайдом Нельзя поработать Хотя можно этим же ещё поработать Пёсиком я не работала Ещё две пёсика вырежу Так, такой вот пёсичек С пистолетом и маской И к нему Какие-нибудь пятна можно добавить Всё, водичка Собачка И здесь мы уже ничего не наносим Потому что уже Эйсбэйс Это база У неё хорошая В принципе, липкая основа Так, а пониже давайте Вот это пятно Всё, ультрабонд У меня уже ультрабонд плохо растворяет плёнку Потому что просто я его тут со дна собираю Всё, и я матовым предлагаю Мне кажется, в матовом варианте будет лучше Так, сегодня у нас получилась работа только одной пластиной Мы всё время использовали пластину граффити И мы использовали цвета из двух коллекций Розовый И как основу использовали И там и там базовые цвета Сейчас вот так мы сделаем И использовали один вид слайдера Дерзкий принт Использовали дерзкий принт Ну, дерзкий принт Он очень хорошо держит композицию Когда граффити как фон идёт И не обязательно было, кстати, на весь фон делать Да, можно было бы напополам и по границе слайдер клеить Вот, на этом, в принципе, всё Ждите обязательно обзор новинок Я так думаю, сегодня Может быть, уже подгрузили этот эфир с новинками Обязательно посмотрите Там я делала обзор полностью на конец февраля Март Когда что у нас выходит С числами Вы прям запишите себе числа, на что ориентироваться Вот, всем пока-пока Спасибо